Давайте заглянем внутрь растения и посмотрим, как устроены его ткани. Вот перед нами кончики корня и побега. Они образованы мелкими, постоянно делящимися клетками с крупными ядрами, в их цитоплазме совсем нет вакуолей. Это образовательная ткань, деление ее клеток обеспечивает рост растения, из нее, например, целиком состоит зародыш растения. Защищают растения от неблагоприятных воздействий, от повреждений покровные ткани. Они образованы как живыми, так и мертвыми клетками. Толстые и прочные оболочки таких мертвых клеток не пропускают ни воду, ни воздух. Они очень прочно соединены друг с другом. Покровная ткань образует, например, кожицу листа, пробковые слои стволов деревьев. Вода, растворенные в ней минеральные и органические вещества, передвигаются по проводящим тканям. Сосуды, длинные полые трубки, состоящие из цепочек пустых отмерших клеток, которые тянутся через корень и стебель в лист. Оболочки сосудов неравномерно утолщены. Утолщения имеют форму колец, спиралей. В стенках сосудов есть поры и сквозные отверстия, облегчающие передвижение веществ в воды с растворенными минеральными солями. Кроме сосудов, к проводящим тканям относятся очень тонкие членистые трубочки с цитоплазмой, перегороженные похожими на сито пластинками, это ситовидные трубки. По ситовидным трубкам передвигаются органические вещества. Проводящие ткани пронизывают все органы растения, образуя непрерывную разветвленную сеть сосудов, соединяющую все его органы в единую систему. Опору растению, его органам, придает механическая ткань. Клетки ее имеют утолщенные, одревеснившие оболочки, а живое содержимое в них часто отсутствует. В стебле опорную роль играют вытянутые клетки волокна. Механическая ткань молодых побегов способна к растяжению, что важно для растущих органов растения. Благодаря механической ткани растения могут противостоять большим механическим нагрузкам, которые вызывают сильный ветер, снег, дождь, удерживать ветвями огромные кроны деревьев. Мякоть листа и плодов, мягкие части цветка, главную массу коры и сердцевины стеблей, корня, образует основная ткань. Ее функции очень разнообразны, но главные образование и накопление питательных веществ. В клетках мякоть и листа содержатся хлоропласты, органоиды, которые участвуют в образовании питательных веществ в процессе фотосинтеза. Основные ткани, специализирующиеся на запасании питательных веществ, есть в семенах, клубнях, картофель, в луковицах. Продолжение следует...